Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня воскресенье, 29 сентября. Это значит традиционно новости Польши по итогам недели. Итак, давайте посмотрим, что интересного произошло. Сейм принял законопроект о кассовом ПИД. Польский Сейм принял закон о так называемом кассовом ПИД для предпринимателей. Кассовый ПИД это система, которая подразумевает, что индивидуальные предприниматели ИП начисляют подоходный налог на прибыль только в момент поступления денежных средств от клиентов. Таким образом, налогообложение происходит на стадии получения оплаты, что значительно удобно для бизнеса. Теперь законопроект поступит на рассмотрение в Сенат. В Польше приняли закон о сигналистах. Что это за сигналисты, сейчас разберемся. В Польше с 25 сентября вступил в закон, в силу закон о сигналистах. Мы очень подробно рассказывали о данном нововведении по ссылке. Еврокомиссия прокомментировала свое отношение к принудительной экстрадиции украинских мужчин из стран ЕС. Еврокомиссия выступила против принудительного возвращения украинских мужчин призывного возраста, получивших временную защиту в странах ЕС. Об этом заявила Еврокомиссар по внутренним делам Илба Йоганссон. Это невозможно согласно директиве, говорит она. Директиве о временной защите, подчеркнула Еврокомиссар. Йоганссон подчеркнула, что ЕС не будет принудительно выдворять украинцев из своей территории. Евросоюз готов поддержать тех, кто желает добровольно вернуться в Украину. Люблин станет культурной столицей Европы в 2029 году. Город, получивший звание культурной столицы Европы, не только продвигает свои культурные предложения и организует различные мероприятия, но и получает возможность дополнительного развития туристической и социальной инфраструктуры. Ранее Польша получала звание только дважды. В 2000 году культурной столицей объявили Краков, в 2016 году Роцлав. Итак, подписано распоряжение относительно минимальной заработной платы на 2025 год. Подписано распоряжение относительно минимальной заработной платы. Согласно документу, минимальная заработная плата составит 4666 злотых брут. Минимальная почасовая ставка составит 30,50 злотых брут. Взносы в ЗУЗ для начинающих предпринимателей в 2025 году вырастут. В связи с повышением минимальной зарплаты, в Польше с января 2025 года для некоторых компаний вступят в силу новые, более высокие взносы в ЗУЗ – социальный страховой фонд. Это коснется предпринимателей, которые будут вести свой бизнес в первые 24 месяца и которые имеют право платить взносы ЗУЗ на льготных условиях. Для этой категории предпринимателей размер ежемесячных взносов социального страхования с 1 января по 31 декабря 2025 года увеличится с 408 злотых до 442 злотых. Система выдачи ВИЗ и разрешений на работу для иностранцев будет изменена. В Польше рассматривают законопроект, который изменит правила выдачи ВИЗ и разрешений на работу. Более подробно почитайте по ссылочке. Итак, друзья, школьные дела. Биологию и химию в школах заменят предмет естествознания. В начальных школах Польши планируют ввести предмет естествознания, заменяющий такие науки, как биология, химия и физика. Цель изменений – научить детей целостно познавать мир и окружающую среду. Продолжаем школьные новости. Ноутбуки или планшеты для школьников. Важные изменения в области образования становятся неотъемлемой частью современного общества. И проект постановления политики цифровой трансформации образования в Польше – это значимый шаг к внедрению цифровых технологий в образовательный процесс. Одним из ключевых аспектов политики цифровой трансформации должно стать создание соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей доступ к интернету, а также оснащение школ современным оборудованием, в том числе обеспечить учащихся ноутбуками или планшетами, которыми они смогут пользоваться, также дома. Это позволит не только улучшить качество образования, но и подготовить новое поколение к вызовам, стоящим перед нами в будущем, таким как цифровизация экономики и цифровизация общества. Цифровизация, друзья, уже началась. И следующее поколение будет жить в оцифрованном мире и само будет полностью оцифровано. Польская пиццерия вошла в рейтинг лучших в мире. Ресторан «Желона Гурка», ранее известный как один из 50 лучших в Европе, теперь радостно объявил о своем дебюте в мировом рейтинге пиццерий. Рейтинг этот составлен организацией «50 топ пиццер». Это событие подчеркивает не только его кулинарное достижение, но и стремление к новым высотам гастрономии. Друзья, это были все новости на сегодня. Новости Польши по итогам недели. А я желаю всем хорошей, продуктивной, трудовой недели. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин